За святую Русь Помолюсь Водим дальше А это были не актеры, Богом клянусь Вот этот, Франц Раз уж вы вспоминаете про полуостров С трех сторон замывается, вот он Вот это, когда сад был уничтожен полностью Сгорел Но это мертвые деревья Парфина дрова, видите Это уже подросток Это примерно 2010 год Дело в том, что Здесь я проводил семинары По принципу, как не надо выращивать Чувствуете, какая ирония В моих словах Я учу, как не надо выращивать И все, что вы делаете до сих пор Это вы на приносите вред не мне А всему садоводству Потому что Все знают, как надо выращивать Поэтому и садов нет А я учу, как не надо выращивать Идем дальше Павел, я вас предупредил Решайте сами Где-то они сцепились Где-то в сетях Извините, у меня нет времени На бесполезные переговоры Ну зачем? Так проще сказать, чем это Так что вы меня убедили Я больше не буду Так Ответ Павла Троценко Франц, внимание, подходим к этому Честно говоря, не ожидал От серьезного садового эксперта Такой ответ Напоминаю Куча почетных желаний Кандидат наук Почетные и прочие-прочие Доценты и так далее Вы находили время Это он про этому говорит Вы находили время В течение многих лет Писать всю эту ложь На многих садовых форумах Представляете, сколько вреда А оцените объективный факт У вас почти времени нет Недавно Железов Это Троценко продолжаю цитировать Он мне пришел уже готовый материал Недавно Железов в вебинаре сказал Абсолютно нищая российская садовая наука Показала любительскому садоводству Свой голый зад Понимаете, вот когда нищая наука И мы тоже нищие фактически Мертвый сад это, знаете И пенсия По-другому не скажешь И в двух садиках подработка На полставки Так вот Если бы мы объединились еще тогда Если бы не было этой лжи Мы бы такого натворили Ребята, я к ученым обращаюсь Ну получается, что Франц Прочитал десяток статей Сделал неправильные выводы Вот Запудрил мозги другим ученым Сам же пишет И что получается Вот и вы так же со мной Но я на самом деле рад, что вы написали Свою точку зрения Теперь у всех будет возможность Самим решить то прав, то нет Ниже привожу статистику Внимание, еще все впереди То самое Стал бы я так долго говорить Надеюсь, в последний раз Вот Ниже привожу статистику погоды Только за последние годы Внимание Погода в Красном Хуторе Январь 2018 Вот Я тут, извините Свои цифры не дел Нажимаю Получаю Ну что Будем смотреть Или как Или как же Смотреть в глаза Раз Харилов Итак Перед нами Январь 2018 Года А еще будет Январь 2019 Такой же страшный И только январь 2020 Отпустила А до этого Ну Смотрим Каждую цифру Январь 2018 Года Минус 25 Это не я Минус 30 Минус 33 Минус 34 34 33 21 Кстати При этих температурах Деревья должны умирать Это наука Ваша наука 21 24 18 16 12 18 22 Ой жара 15 Нет данных Ой жара Минус 8 Минус 17 19 31 36 38 36 38 40 39 37 38 И чуть потеплее 28 Ну и Я не разговариваю Это Уважаемые коллеги Ученые Вот Вам все равно Должно быть это интересно Дело в том Что на зиму Начинается на месяц раньше Это не шутки Понимаете И заканчивается на месяц позже Это не шутки Вот И вот это среднее Это не какая-то особая Была Здесь не входит Была зима 2001 год Это дикий ужас Вот И была зима 2005-2006 Второй дикий ужас Когда минус 40 Казалось уже Это самое Ура Потепление Это ну Выбрал он Каким-то образом Но этого достаточно Да Вы представляете Что этому погоду Где-нибудь Это Вымерзают Вымерзут мои саженцы Казах К этому Не могут они Почему-то жить В этом самом В районе Сочи В Москве Намного теплее Таблицы видели Идем дальше Сейчас мы с вами Вернемся сюда Еще не закончился разговор Итак Ответил Павлу Типа Наша песня хороша Красный хутор Это поселок Знает А не сад Железов Не знает 15 лет И опять понеслось К микроклиматическим Благоприятным месте Там другой микроклимат 15 лет Как в сад Меня там нет Вообще Я даже туда не захожу Кроме вот Несколько этих Провел Семинаров Чтобы научить Как не надо Ну что вы не поймете А Павел Ну что ты не понял Я тебя не туда привез Не там тебя угощал Персиками и абрикосами Ну не там я тебя угощал Вот у меня на компе Стоит Точная погода В Зеленой Росе Ну то есть Получается Про разброс Это все интересно Это везде так Отвечает Павел Троценко Там может быть Не только больше Но и меньше 40 Минус 45 Например Да действительно Если написано Минус 40 Это что Обязательно Минус 40 Вот Спасибо за дополнение Вот у нас Под Санкт-Петербурга Минус 10 А по факту 15 Видите как Но это они Меж собой Так С чего Вы берете Что у железов Посадочный материал Замерзнет Даже в европейской части России Да и какое Право Вы сейчас Утверждаете Что в месте Где сад Железов Красный Хутор Температура Больше На 5 Градусов Вы там Были Вы понимаете Человек который Был В поле Человеком Который Это самое В 2010 Году Он написал Вот эту Статью Грязную Так я говорю Одно название Вы поймите А Валерка Слушает Доест Дальше Сами догадывайтесь Павел Нет Не был И опять Не на обываемом Полуострове На 5 И опять Про разницу Вот Ну короче говоря Все понятно Итак Я вам показываю У меня были Три варианта С чем он путает Вот это Полуостров Мы назовем Вот это Серебушки Аномально Теплый климат Может Франц Это имел ввиду А Вот это Вот еще раз Фотограф Показываю Остров Который Омывается С двух сторон Здесь Для тяжкой Можно сказать Что благодаря Пару Какое-то время Чуть-чуть Теплее Да какой Черт Ну я же Морж Я же Всю зиму Купаюсь Как и везде Одинаково На водах Ноль градусов Мы купаемся А почему Льда нет Потому что Не успевает Ну нет А вот Я нашел И знаете Павел Николаевич Сразу после Того Когда Писали Материал Ну не сразу 4 декабря Первые морозы Пошли Слабенькие Дождь градусные У нас Кстати Аномально Теплая зима Меня подвел Это очень важный момент Прошлый год Зима была Самая теплая Не за 36 лет За 100 лет А люди Вы же помните Вот я же Верхнюю самую Показал таблицу И для нас Смешная И для Красавицы Не было зимы Последняя зима Это же слезы Не зима Ведь скором Получившим у нас Не полис холода А полис тепла Вот чем выйдет И теперь Меня всю жизнь Буду мордой тыкать Показываю Любой человек Сейчас таблицу Возьмет В Яндекс Закажет Таблица Там 2018-19 Красный хутор И тот скажет Вот это да Да у него действительно Ну конечно Не Крым Но у него Уже Скажет это Не разница С Москвой Все равно была огромная Я показывал Да Ну не каждому понять Что такое Средняя температура И что такое Минус 18-20 Это средняя А не это Не критическая Вот видите И вот Кого я убеждаю Смотрите Это Сезая Я еду с города Быстренько достаю Фотоаппарат Вот здесь Особое место Здесь есть дом Который у меня 20 лет назад Одни из первых Купили абрикосы Они сейчас живут И мне Вот там где пар Вот Только адреса Говорить не будут И у меня Фильм Я захожу Подхожу А вижу А это были Первые мои Саженцы На продажу Первые Я хожу Вот же он Серафим Чистый Красными плодами Сейчас он уже Давно не красный Амур с красными плодами Он уже давно не красный Уже все К чертой матери И там это И сейчас они есть И мне Так обидно было Мне несколько лет Не было урожая абрикоса Удара Я же не говорю У меня каждый год Когда-то было 4 из 5 Урожайное Вот Нет 5 из 5 Потом 4 из 5 Я беру Под пятилетком Потом 3 из 5 И я подозреваю Что скоро будет Это 2 из 5 1 из 5 Мне потепление Это зритель Нахрен не нужно Вот Единственное Что вы это Не обвиняли меня во лжи За свертем Плузима последняя Вот она Вот там Вот в этом пару Единственное Я знаю Сад Из моих Мощных Здоровенных абрикосов Фильм есть То есть Это не шутки Я захожу Здравствуйте Чего саженцы Ваши Валерий Константинович И пошло Поехало Каждый год Вот уж Действительно Ну я то Ни при чем Ведь завтра же Кто-то Этот снимок Предъявит Скажет Вот почему Франц 15 лет Вы лгали людям Вам Я знаю почему Я еще раз скажу Пару слов Я выговорюсь до конца уже Вот Почему Я выговорюсь По одной причине Дело в том Что Я всю жизнь Прожил Вот в этой атмосфере Так Вот в этой атмосфере Почему Я Возник Как черт Из табакерки 8-10 лет Я творил Уничтожал Вспомните Вспомните Сейчас Сегодня Наберите Тимирязевскую академию Там Когда все ветки Которые они учат Сегодня Отрезы Там вообще Ничего не остается И вот Именно это Что Первый этап Второй этап Нет Первый этап Дачник Второй этап Промышленный сад И смерть сада Спасибо Этим самым Кто сделал меня Когда остался нищий Кто сделал меня Селекционером Я вернулся С острова На дачу И через 4 года Вы видели эти фотографии Как А очень просто Там уже Все было это Где привод Как привод Где привод Как привод И не лезть С этим С этим Куда тебя не просят А уж побелка Эта дурь собачья И все Все Еще 8 Нет Основных 12-15 пальцев И оказывается Ничего вообще делать не нужно Комни Сделал ямку Выкопал Они целый час Показывают Сколько туда надо Пол грузовика Напихать В эту яму И вот получается Что Когда у меня появились Фотографии Появился интернет Появился цветной Этот не цветной Цифровой фотоаппарат И тут получается Караул Откуда взялся Первое Мошенник Покупал У этих самых На рынке Так и говорили Так и писали У черных Хотя слово черное Неприлично Ну то есть У этих самых Только тогда Не Азия торговала А Кавказ Вот Покупал У кавказцев Раскидывал А потом фотографии делал Или там Подвязывал К веткам Вот такое было Потом Когда дошло Что все это правда Еще больше злобы стало А почему я 30-40 лет До этого А и близко Такого нету Тогда Осталось найти И сказать Какой зопа Лиса подпрыгала Прыгала Виноград Кулус Не спел Не допрыгнула Ах виноград зеленый Вот И вот Эти сказки Появились Ну что Все Закончили мы Это полтора часа Но У меня Поймите меня Я уже почти забыл Я забыл Эту Эту самую Грязную Статью 1913 год Опубликованную В садах Сибири Так Все Разобрались Вот что теперь будет А Вот Через 3 дня Чек Это 80 Я не стал Эпитету На него вешать Я говорю Франц Ошибаешься Ошибся Страшно Вредил Страшно Или Есть новая технология И действительно Выдержит мороз Если нет Тогда И разбирайтесь Почему В этом Это самое Почему Дальше Ниже Покажу Крымчане Стали перекупщиками Своих абрикосов Нет А Вот с ними Разбирайтесь Ну ладно Так После этого Дальше Нормально Все Поехали